Добрый вечер, друзья! Сегодня продолжаем читать девятое письмо из Преисподней, где речь идёт о радостях и разочаровании. «Всё, что нам остаётся, — пишет старший бес, — всё, что нам остаётся, — это предлагать людям радости противника в такое время, в таком виде и в такую меру, как он не допускает. Поэтому любую радость мы всегда направляем прочь от естественной формы к самой противоестественной, самой обособленной от её Творца и самой неудовлетворительной. Наше правило — растущий аппетит к убывающему удовольствию. Это надёжно и изящно. Завладеть душой и ничего не дать взамен — вот что радует нашего низменного отца. А начинать процесс нужно как раз на пазе душевного упадка. Но есть и другой, ещё лучший способ извлечь прок из этой фазы, а именно через восприятие самого клиента. Как обычно, прежде всего, держи клиента в неведении, чтобы закон маятника, предыдущее письмо напоминаю, колебания между подъёмами и спадами душевного состояния человека, чтобы закон маятник ему не пришёл в голову. Пусть останется в убеждении, что его на иофитскому жару надлежало не гаснуть вовек, и что его нынешняя апатия — тоже навсегда. А когда закрепишь у него как следует такое заблуждение, тогда выбирай дальнейший образ действий, смотря по тому, куда больше склоняется клиент. К безнадёжности, так что можно втянуть его в болото отчаяния, или к легкомыслию, так что можно всучить ему розовые очки. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok